В этом ролике мы расскажем, как люди узнали, что Земля это шар и как они измерили диаметр этого шара. Многие думают, что тот, кто первым догадался о шарообразности Земли, наблюдал за кораблем, постепенно уходящим за горизонт. Однако Земля слишком велика, чтобы такие наблюдения, да еще и сделанные невооруженным глазом, без подзорной трубы были по-настоящему убедительны. И еще, если бы все исходило из наблюдений за кораблем, то тогда, наверное, к мысли о том, что Земля это шар пришли бы все древние народы, жившие по берегам разных морей. Но историки науки знают, что до этой мысли додумались только древние греки. Кто первым дерзнул считать Землю шаром, мы не знаем. Может быть, это был Пифагор или кто-то из его учеников, а может быть, Парменид. Зато мы хорошо знаем, какие доводы они приводили в пользу этого учения. Потому что эти доводы дошли до нас в сочинение Аристотеля, которое называется «О небе». И первый из этих доводов связан с путешествиями на большие расстояния – на север и на юг. Греки плавали по всему Средиземному и Черному морю. И они знали, что звездное небо в северных широтах выглядит иначе, чем в южных. Вот такой вид северная часть звездного неба имеет на южном африканском побережье Средиземного моря. Полярная звезда на ручке Малой Медведицы находится здесь довольно низко над горизонтом. А если плыть на север, полярная звезда поднимается все выше и выше. И вот таким звездное небо будет в Северном Причерноморье. И это доказывает, что Земля является круглой, по крайней мере с севера на юг. У наблюдателей в разных земных широтах над головой будут совсем разные созвездия. И полярную звезду наблюдатель на Северном полюсе будет видеть над головой, а наблюдатель на земном экваторе будет видеть ее на горизонте. Только земной шар надо было нарисовать здесь поменьше по сравнению со звездным небом. И здесь нам, конечно, надо сказать про предсказательную силу науки. Ясно ведь, что из древних греков никто не был ни на Северном полюсе, ни на экваторе. Однако теперь они знали из своей теоретической модели, как будет выглядеть звездное небо в этих широтах. Второй довод тоже носит астрономический характер, и он основывается на наблюдениях за земной тенью, в которую Луна попадает во время лунных затмений. Существенно то, что край этой тени всегда круглый, а значит круглым со всех сторон является и предмет, который эту тень отбрасывает. Но откуда мы знаем, что эту тень отбрасывает Земля? Дело в том, что лунные затмения всегда происходят в полнолуние, так же как солнечные всегда в новолуние, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой линии. Ну а дальше надо понимать, что мысль о шарообразности Земли приводит к самым неожиданным выводам, которые совсем не просто принять. Эти выводы говорят, что земной шар висит без опоры в космической пустоте и никуда не падает, что на другой стороне Земли могут жить антиподы, которые ходят по отношению к нам вверх ногами, и что низ и для них, и для нас, находятся в одной и той же точке в центре Земли. На свыкание с этими идеями у древних греков ушло некоторое время. А когда они с ними свыклись, они сказали себе, раз Земля это шар, значит у этого шара есть размеры, и будет очень здорово взять и эти размеры померить. Кто из греческих астрономов первым оценил размеры земного шара мы опять-таки не знаем. Зато из сохранившихся текстов мы знаем, как охват и диаметр земного шара измерил Ротосфен Керенский, знаменитый ученый, директор Александрийской библиотеки, главного научного института того времени. А произвел свои измерения Ротосфен следующим образом. Сам он, как уже сказано, жил в Александрии, а южнее Александрии по Нилу находился город Сиена, нынешний Асуан. И Ротосфен знал, что расстояние от Александрии до Сиены составляет 5000 стадий. И еще он знал, что в день летнего солнцестояния солнце в Сиене в полдень проходит через Зенит, так что ни один вертикальный столб в этот момент не отбрасывает тени. А Александрия лежит севернее, и направление на Солнце составляет с местной вертикалью угол в одну пятидесятую полной дуги окружности. И тогда, сказал Ротосфен, вот этот угол между направлением на Солнце и местной вертикалью в точности равен углу между направлениями из центра Земли на Сиену и на Александрию. А значит, расстояние от Александрии до Сиены составляет одну пятидесятую полного охвата земного шара. И чтобы найти этот охват, надо умножить пять тысяч стадий на пятьдесят, и мы получаем двести пятьдесят тысяч стадий. А сколько это будет, если перевести в километры? К сожалению, мы не знаем, каким стадием пользовался Ротосфен. Стадии в разных городах могли быть разными. Если взять стадий в сто восемьдесят метров, охват Земли получится равным – сорока пяти тысячам километров. А по современным данным он примерно равен сорока тысячам километрам. Так что результат Ротосфена можно назвать по тем временам весьма точным. И представьте себе, этот результат получен наблюдением из двух городов, в общем-то не так далеко лежащих друг от друга, всего какая-то тысяча километров. Ведь для такого измерения вовсе не нужно объезжать вокруг Земли. Зато теперь Ротосфен точно знал, какое расстояние придется преодолеть тому, кто решит вокруг нее объехать. А теперь я хочу задать вам наш традиционный заключительный вопрос. Мы видели, что оба доказательства того, что Земля – это шар, основаны на астрономических наблюдениях. Но давайте допустим, что земное небо было бы всегда затянуто плотными тучами, как на Венере. И тогда спрашивается, а можно было бы в таком случае обнаружить, что Земля круглая, не объезжая вокруг нее, и не выходя за пределы этих облаков? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова